Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о двух распространенных сейчас таких популярных удобрениях, как Фитоп Флора-С и Флора-С. Здесь базовая Флора-С, а Фитоп Флора-С это та же Флора-С, только с добавлением семенной палочки. По крайней мере, то, что здесь заявляет производитель. Очень много вопросов ко мне относительно этих удобрений, как я к ним отношусь и стоит ли их использовать. Надо сказать, что как удобрение гуминовые препараты, а это самые простые, самые обыкновенные гуминовые препараты, никаких чудес здесь нет. Значение гуминовых препаратов как удобрений очень сильно переоценено садоводами и огородниками. Необходимо помнить, что гуминовые препараты, гумусы ни в коем случае не являются удобрением. Они являются регулятором роста. Вот то, что здесь написано, сухое торфогуминовое удобрение, меня уже сразу смущает. Потому что это настраивает покупателя, настраивает того, кто будет использовать эти препараты, на то, что это некое удобрение. То есть азот, фосфор, калий, то есть какие-то элементы питания мы сюда принесем. На самом деле, хотя элементы питания здесь и есть, поскольку какие-то элементы торфа здесь имеются, вот таким классическим нормальным удобрением, источником ценных питательных веществ для растений в этих дозах, оно не является. Поэтому использовать вы его можете как гумат калия, как оксидат торфа, как оксигумат, как другие гуминовые препараты. Что касается фитофлора S, в который добавлена сенная палочка Bacillus subtilis, здесь заявлен титр не менее 10 в 6 колонии образующих единиц на грамм. И я подтверждаю, что это количество бактерий здесь есть, даже немножко больше, я его здесь нашел. Поэтому с точки зрения источника сенной палочки для производства биопрепарата дома или просто для пролива рассады, его можно вполне использовать. Вопрос только в цене. Если вы можете себе позволить обыкновенное гуминовое удобрение и обыкновенное гуминовое удобрение плюс фитоспорин за ту скорость, за которую вам это предлагают, пожалуйста, покупайте и рассчитывайте на те эффекты, которые вы можете получить от простых элементарных гуматов. Если оно вам, как и мы, кажется немножко дороговато, сурово субъективное мнение, то я например использую оксидат торфа, фитоспорин и другие источники сенной палочки. Тогда, когда мне это необходимо. Это мое мнение. Задавайте ваши вопросы. Я буду рад на них ответить. Всего хорошего.